Братья Гримм, Соломинка, Уголи, Боб Жила-была одна старушка, старая-престарая, 80 лет ей было. Пошла старушка на огород, собрала целое блюдо бобов и решила их сварить. Вот дубы, сварю бобы и пообедаю. Растопила на плиту, и чтобы огонь разгорелся получше, подбросила в топку пучок соломы, а потом стала сыпать в горшок бобы. Вот тут все и началось. Когда сыпала на бабы в горшок, один боб взял, да и упал на пол. Упала лежит рядом с соломинкой. И сюда же на пол выскочил из печки раскаленный уголюк. Вот соломинка и говорит, милые друзья, откуда вы здесь? Я отвечаю от уголюка из печки. Если бы, говорит, я оттуда не выскочил, я бы пропал. Пришлось бы мне сгореть и рассыпаться залой. А боб говорит, и мне посчастливилось, что я сюда упал, а то пришлось бы мне, как и другим моим приятелям бабам, в кашу развариться. А соломинка говорит, и я рада, что в печку не попала, а здесь лежу. Ну а что же мы теперь будем делать, спрашивает уголюк. Я думаю, сказал боб, вот что, пойдемте-ка в белый свет посмотрим. Пойдем, пойдем, сказали уголюк и соломинка. И пошли они вместе, боб, соломинка и уголюк. Долго шли они, пришли к ручейку. Ручейку, ручейка маленький, узенький, а перебраться через него трудно, моста нет. Как тут быть? Тогда соломинка говорит, мы вот как сделаем, я перекинусь с бережка на бережок, а вы по мне переправитесь, как по мосту. Так они и сделали. Перекинулась соломинка с берега на берег, и первым побежал по ней уголюк. Бежит, как по мосту. Добежал он до середины, слышит плечи, внизу вода. Стало ему страшно, остановился он и кричит, боюсь воды, боюсь воды. А пока он стоял и кричал, соломинка от него загорелась. Распалился на две части и полетел в ручей. Уголек тоже упал в воду, он зашипел, тонул, спасите, и пошел ко дну. А Боб осторожный был, он на берегу остался. Остался на берегу и давай смеяться над угольком и соломинкой. Смеялся, он смеялся и лопнул от смеха. Плохо бы ему пришлось, да на его счастье сидел на берегу бродячий портной. Достал портной нитки и сшил обе половинки боба. А так как у портного белых ниток с собой не было, он зашил Боб черной ниткой. С тех пор у всех бобов черный шов посередине.